Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Спасибо, интересно Ну все, как вас зовут, кстати? Дмитрий Дмитрий Фили, так и подписывайтесь, я вас помню Жду вас на канале, всех благ Хорошо Фотографии какого города у вас на заднем фоне? Город Харьков Тысяча девятьсот восьмой год Тысяча девятьсот восьмой год Понял А вы из какого города будете? Родился я в городе Владикавказ Такой есть город, там я родился Сейчас живу в Подмосковье В Химках живу сейчас Понятно Ну, хорошо Как вы думаете, какой самый большой город в Московской области по населению? Город в Московской области? Какой город в Московской области самые большие по населению? Я думаю, что на сегодняшний день это Железнодорожный или Балашиха Ну, правильно думаете Хотя, город Железнодорожный исчез как город Его поглотило город Балашиха И поэтому стало самым большим А до поглощения Согло Нет, немножко ориентируйтесь в области А до поглощения Лет 70-80 был самым большим городом в области Московской губернии Иной город Который сейчас занимает второе место После Балашиха Это какой город? Сергей Фассад, нет? Нет, Сергей Фассад, это мелкий город Город Подольск А, точно А вот третье место занимает ваш город? Да А город, который занимало второе место Это когда Подольск занимал первое место Сейчас откатился на восьмое место Сидится вот такой разноплановый политик И правительство Московской области Балашки отдает поглощательные города А город, который был на втором месте Откатился на восьмое и девятое Он постоянно дробится Его дробят Отщепляют от него куски В пользу иных городов Какой это город, как вы думаете? Ну, я могу ошибаться Ну, или Чехов, может, или Пушкин Не знаю Какой уменьшился Город А, Люберц От Люберц От Люберц Отщипываю территории В семидесятых отщипнули Некрасовку В восьмидесятых Косино и Жулебино В девяностых Белую дачу В нулевых Белую дачу А в десятых уже котельники отщипнули То есть Люберцы постоянно уменьшаются В размерах Как город Поэтому они откатились Вот такая интересная политика Московской области Это вам для эрудиции можете где-то Где-нибудь блеснуть В кругу так сказать Интеллектуальных разговоров А вы на какие-то Я вам навязал тему Раз вы из Подмосковья А вы на какие-то тема беседуйте Может, вопрос у вас интересный есть Да, знаете В принципе, очень редко захожу Сейчас вот просто не спится Поэтому решил зайти В принципе, готов на любые темы На любые темы готов пообщаться Поддержать разговор А вот у вас слайд-шоу Харькова Это ваш родной город, да? Я так понимаю Да, да, да Ну, я никогда не был в Харькове Но много слышал про этот город А что вы слышали? Ну, что слышал? Ну, в частности, то, что столицей был советской Украины В период Тот период, когда советская Россия поглощала Украину Сделали Харьков столицей советской Украины Ну, да, вообще-то наоборот Харьков, в принципе, это исторический русский город А советская Россия, к сожалению, ее отдала Украине УНР в восемнадцатом году И мало того, что отдала Потом, когда они захватили уже Украину Они сделали Харьков столицей Хотя Харьков, в принципе, к Украине Ранее отношения не имел до большевиков Так что вот такие исторические метаморфозы Кстати, Игорь, если хотите Ну, с другой стороны Да, да, говорите С другой стороны, Кубань зато была в составе Украины частично А в конечном счете Да, в восемнадцатом году была Нет, это вот все звенья одного и того же исторического акта Который называется Брестский мир По Брестскому миру большевики, чтобы удержаться в власти Чтобы немцы прекратили наступление Отдали по требованию немцев в Украине Вот Донбасс, Харьков, часть Кубани, часть Ростовской И современных Белгородской и Воронежской областей Потом, вот последние из них Они вернули где-то в двадцатых годах А Харьков и Донбасс, к сожалению, не вернули И Ленин даже цинично заявлял Мы помогли Украине пролетариатам Вот такая циничная фраза Ленина была На народ ему было наплевать Вот так А кому? Если хотите, захотите говорить, что якобы крымские татары Это коренное население Крыма На самом деле, они тоже пришли в средние века Греки, греки коренное население Крыма, наверное, будет Правильно? Ну и греки же туда пришли тоже Когда пришли, там кто-то был Там никого не было, а кто там был? Они пришли еще Аборигены Еще там в пятом веке или каком-то там Там никого не было Ну там были аборигены Аборигены, были местные аборигены По-любому Как и Жители Крайнего Севера в России Немцы, ханты Точно так же какой-то малый народ был Который, к сожалению, ассимилировался И исчез Ну, у нас, да, был период в истории Когда наш народ занимал ведущую роль И в плане количества, численности населения Нас было столько же, сколько и китайцев Примерно по миллиону человек А непосредственно в Греции бываете? В Греции я был один раз в жизни В четыре года С тех пор я там не был Хотя родственники там есть Ну, если вы грек, вам на курорты, на море Нужно ехать именно в Грецию Как в родную страну Страну своего этноса А не какой-нибудь там Турк Не Турк, а не Египет, а только Греция, по идее Правда, подороже будет Ну Ну, знаете, я так сказать Хоть и родился во Владикавказе Но я очень много времени провел В Геленджике И к морю очень хладнокровно Объелись, объелись в море Да, мне нравятся горы Люблю горы Ну, хорошо, вы там проверьте Вы там в Билле, правильно, канал? Да, я нашел Вот у вас Шесть часов назад Площадь Тевелева Вышел Да, да, да Хорошо, подписывайтесь, смотрите Жду вас на канале Рад видеть Всех благ Наверное, дряшелел Деникин хама Вопросы есть? Ты смотри, вот Угни пальцы А то проклеешь И щеку Ты где живешь-то, красавец Ох ты, пидарас, начал Ну, будешь нормально разговаривать? Все, блядь, ищешь свои Ну, будешь нормально разговаривать? Ты шо, укроп, что ли, или кто? Хохол я Ну, я вижу По манере общения, что ты хохол А ты кто, еврей? Нет, я русский Вопросы есть нормальные у тебя? Есть, конечно Задавай Ты знаешь, что такое угол? Угол? Да Знаю Какие бои, тугой? Ты со мной Хочешь в интеллекте Присоедоваться Явно проиграешь Острые, тупые И прямые Ну, и бывают углы Ну, да, просто украинцы Многие сейчас не могут ответить Что такое угол Один мне раньше сказал С украинцем Последний разговаривал На что мне сказал? Есть углы Тупой Острый И косой Ну, понятно Ну, ты же хохол Значит, ты тоже не должен знать Так что со мной Не пытайся соревноваться В интеллекте Явно проиграешь Сколько будет производной А4х в квадрате Вот тебе самая простая производная Не, я не математика Я только простые могу А кто ты по образованию? Я по образованию 9 классов 9 классов Ну, видишь, углы знаешь Это хорошо А где живешь В каком городе? Московская область В городе Егорьевске Понятно Вот это вопрос По Московской области Какой самый большой город По населению В Московской области Сейчас? Москва 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 не относится В Московской области Разные регионы Пора вы знать Я не знаю, что сказать Интересно, я тебе расскажу Ну, хочешь говорить? Давай, говори Город Балашиха Самый сейчас крупный Больше полмиллиона населения А почему? А он стал крупным Самым крупным Где-то лет 10 назад Почему он стал Ни с того, ни с сего Знаешь? Потому что Что-то присоединили к нему Потому что Правительство В Московской области Позволяло ему Присоединять соседние города В частности Был такой город Железнодорожный Если слышал Вот его сейчас нет Он сейчас часть Балашихи Читается А до того Лет 50-60 Или даже больше Был самым крупным Иной город В Московской области Какой? Можешь догадаться? Люберск Нет Подольск Подольск? Нет Я вообще У меня квартира в Люберцах Около Силиката Не слышал? Ну силикат Не садовод Знаю Это в сторону Держинска Силикат Да Да В сторону Держинска Там короче Приезжаешь Кашлыберс едешь Ковровый есть Город Ну есть Котельники Котельники Ну котельники Раньше то А вот Люберца Наоборот Откатились Со второго места Которые занимали 10 лет назад На девятое место Почему? Потому что От Люберца Ну я просто не понимаю Почему Почему вот так происходит Что например Котельники Да Он Перед Москвой Получается Как Москва Котельники То все Котельники Не присоединяют К Люберцам Или к Москве У меня хватит Котельники Были всю жизнь Это Люберцы А вот Лет 8 назад Отсоединили От Люберц Сделали отдельный Город Котельники Наоборот Отсоединяют Отсоединяют Котельники Был Люберцам Всю жизнь А сейчас Отдельный город Выделили Котельники Я просто О чем Хочу сказать Я вот как бы Ну как бы Только начал Ездить в Москву Там Люберц То все Еще не знал Мне казалось Люберцы Это Москва Мне вот так казалось Потому что Ну нет там Различия Люберцы Москва Но почему-то Они там Присоединили Новую Москву А Люберцы Отставили Это понятно Почему Они присоединили Новую Москву Поскольку там Частные застройки Выбирали Новую Москву Земля Выбирали Новую Москву Из районов Где нет Многоэтажек В основном Где малые Я понял Слушай А ты там где живешь? Сам где живешь? Я в Канаде Живу В Канаде В Канаде Вообще Главное Ну кому как У меня квартира В Москве Тоже есть Царицыно А я работал Недалеко от Царицыно Ну понятно Там есть Короче Как она Куприянов Или как называется Я честные Короче Недалеко от Царицыно Капотня Не так уж Капотня Капотня Базу там В Капотне Ну там отчистные А если что А называется Поля какие-то Поля Поля Не не Поля это вот это Где Капотня Кузьминки 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 Это рынок судоводов Кузьминки Да Ну поля Между Кузьминками Белое 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 Ты вроде нормальный мужик Если хочешь Заходи на мой канал Если будешь Успехов Всего Да Взаимно Наверное Завел Деникин Хамер Путыва на электричке К Москве Следующий По-моему Так и называется А Электричного Следующий Как называется Лада Не мучаешься Биться Называется Подольск Подольск Или Щербинка Щербинка Потом Силикатная Потом Только Подольск Правильно Я помню 92 Километр До Серпухова Просто у меня В Серпухове Я на дачу Ездил В Серпух Да Луч Луч Авангард Да Вы откуда Все остановки Досконально Знаю По любому Направлению Понятно Заходи Камер на канал Смотри Ролики Вернее Ролики Нюансы Географии Москвы И Московской Области Если ты Из Москвы Тебе будет Интересно Знаешь Так Спасибо Спасибо Знаешь Что Понятно Да ни в каком виде Вас не видел Первый раз Мы с вами По-моему Встречаемся Ну да Первый раз Ясно А вы что Блогер? Не Не хочу Даже И быть Не буду Так Скучно Стало Потрещать А вы где живете Санкт-Петербург Понятно Меня Олег зовут На какие темы Любите Потрещать А вы где живете? Харьков На какие темы Любите Потрещать Да Любые Наплевать Мне Все равно На вопросы Есть Интересно Да Интересно Все понятно Уже Поговорил Как Как Живете Что делать Сколько Вам лет Ну Постарше Меня Будете Наверное Наверное Но это Личнее Я же говорю Я вот Контент Для канала Личние вопросы Пропускаем Они Неинтересные Если Где-нибудь Такие Забористые Есть Вопросы Будем Беседовать Если Нет Заходите На Мой Канал Может Вам Неважно Ну Расскажите Как Ну История Беседа Наука У вас Какое Образование Снисет А у меня Два Образования У меня Закончил Ленинградский Ленинградский Они Просто В Питере Жили Ну да Один из ведущих Вузов Но не Самый ведущий По юридическому Самый ведущий Самый ведущий В СССР Какой был Юридический Питерский Юридический Юрфак Питерского Университета При СССР Считался Самый Ведущий Харьковский Юридический Институт Он готовил Ой господи Вот про это Мне не говорить Именно Для Киев Харьков А что вы смеетесь Я тоже Второе образование Юридическое Да не Но второе Не знаю Не У меня Сын Закончил Очень Бесплатный Я понял Что Сын Закончил Да Молодец Сын Юрфак Это не значит Что Юрфак Питера Самый крутой Но он Не планировал Ну ладно Спорьте Со мной Все Законы Которые Есть В России Пишутся Там Где там На Юрфаке Законы В Думе Пишутся Нет Они А эти Стоп Голосуют У них Задачи Сказали Говорят Ты фракция Проголосуешь Так Жириновский Что нибудь Ты лякнешь Там положено Там все Расписано В нашей Думе Все Расписано Не Ну вот эти Законы Вы Давайте По юридически Поговорил Вы одобряете Ну я не юрист Ну давайте Ну сын Отец юриста Там Бывает сын юриста Он не работает Он поработал В юридическом Ну я Вот вы Одобряете поправки В конституции Которые В России Недавно Вот По поводу чего Ну поправки Вы голосовали За поправки Или против Я вообще Не хочу Голосовать По поводу чего По поводу Обнуления Президентских Сроков Одобряете Или нет Да конечно Нет Молодец Да Потому что А кто будет За это голосовать Многие голосовали Но голосовали Они Логику Не имеют Если Если Они Олег Сколько Вам лет Скажите Чтобы На 60 Мне там С хвостиком А мне Нет С хвостиком Каким хвостиком Ну я же говорю Что подзапись Сидеть Я не буду Точно Говорить Это же Не важно Мы же А что Слятся И мне 60 Ну я Поменьше Мы же Не на сайте Знакомств Не Я просто Как к человеку Относиться Когда возраст Не понятно Так Относитесь Не Не важно Хоть Гринами Двадцатилетний Не Двадцатилетний Олег Двадцатилетний Пожил в другой Американская Была Вы Как К этому Относитесь Согласна Не Согласна Да Я Когда Белый Дом Расстреливали Что ли Нет Это Я точно Конституция Это Уже Эксс Конституционный То есть Нарушение Наоборот Я говорю Как Вы Относитесь К Документам Конституции Девятнадцатилетнего Года А я Расскажу У нас Конституцию Поливали В России Нашли Законы У нас Сталинская Сталинская Конституция Была Тридцать седьмого Года Пятого Декабря Мы каждый Год Праздновали Был Входной День И кто Исполнял Потом Была Седьмого Октября Конституция А кто Ее писал Брег Конституция Сначала Бухаринская Когда его Репрессировали Она стала Назоваться Сталинская А на самом деле Я писал Бухарин Ну и что-то Было Написано И куча Людей Расстреляли Посадили Понятно Дело Что Они Соблюдали Ну и что И что Проект Конституции Говорить Про Ельцинскую Ельцин Как Пришел Квати Он Развалить Мог А сделать Ничего Не сумел Ну да Ходил И Как Квать Завоевал Сходу Запил По-моему Бухал 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 До последнего Он Забухал Конкретно Где-то Гадал В 95 Я думаю Раньше Ну может В 94 Да У него Рожество Начало Сразу Меняться Такая Он Класть Пришел И все Остальное И уже Там Мычал Чего-то Непонятно Но я Обдевался Кто-то Нормально Жил Я Приспасабливался Всегда Ну я Я Пойду Я Поэтому Квать Оттажусь Так Понятно Я Воспользую Я Ваблава Я Даже Клуб Партии Не Был Если Есть Желание Заходите На мой Канал Если Будете Заходить Какой У вас Канал Давайте Посмотрим Напишу Вот Русская Часть Название Вставляйте В поиск Ютуба Увидите Копируйте Вот Внизу Ден Клуб Написано Видите Не вижу Ну под видео Под видео С правой стороны Нет Ничего Ну Ден Вон Ден Клуб Внизу Видео Чат Рулетка Ден Где Месседж Ну пролистайте Немножко Вверх А О Ден Клуб Попался Это Мне Дорого Все Все Вставляйте Вы Садитесь Собейся Нарушение Правил Мне Просят Чтобы Я Нарушил А Нарушение Правил Нет Это Вы Не Сообщаете Ден Клуб Вставляйте В поиск Ютуба Это Слово Ден Клуб Выручаю Ясно В поиск Ютуба И вы Там Рассказываете На Тему Про Харьков Про Москву У меня Много Роликов Я Москве Довно Были Москве Квартира Вообще Из-за Ковида Не Был Два Года Вообще Два Раза В Год Была Ранее До 19 Года В Москве Ты Богатый Человек У Меня Дочка Живет В Москве Квартиру Купить Жопа Полно Такие Цены Я Купил Недорого Под Реновацию Крущевки Я Купил За 5 Спадай Лимонов Под Реновацию То Есть Не Это В Долларах Когда Сток Стоил Но В Канадских 103 Тысячи Я Помню В Американской 93 Где-то 90 Доллар Да Это Не Зна У У Меня Дочерная Квартира Они Снимают Платят 140 Тысяч Но Контора За Него Платят Ее Цена 60 Милли Один Почти Под Миллион 60 Миллион Сейчас Подорожало Я Жду Регендую Подорожало Что Говорит Нечем Я Я Купил Хрущевки Еще До Того Как Опубликовали Реновации А потом Они И Хрущевка Поднялись Потому Что Реновации Получаешь В Новом Доме Квартиру Я Еще Успел Купить Подешевле Ну Я Сдаю 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 И Сколько Ком Сдаются Ну Да До Этого До Ковида Я Сдавал За Тридцатник Сейчас Пришлось Опустить До 22 Дусли Духа Это Счетчики Это Их До Всех Не Но Не Все Только Вода И Электричество Отопление Отопление Мое А У меня Сейчас Дочка У меня Четверо Внуков Они Там Живут Они Однопресные В районе Зоопарка Нозологическая Квартира Говно Я Такой Вообще Не Купил Два Этажа На 140 Метрах Одна Лестница Занимает Попочери Квартира Я Вообще Не Понимаете Двухэтажные Квартиры Дом У тебя Не 500 Метров Не 300 Вот 140 Тысяч Платят Без Счетчик Это За Аренды Платят За Работу Это Кратизна Да Мы Там Под Миллион Под Миллион Зарплат Удали Но Это Это Центр У меня Все Так На Окрайне У Я Царисова Там Живут Ну Так Нравится Внукам То Очень Хорошо Они Довольны Дочь Как будто Быстрее В Питере Нашел Работу И Свалил Из Этой Москвы Ну Хорошо Ладно Жду вас На канале Всех Благодарю А за себя Он Был Совсем Не Разговорник Да Дурака Валя Разговаривать Разговаривать Вон Старе Валя Же Тогда Утилитарным государством Управимо Утилитарная Государство Правильно Великобританія Утилитарная Государство Германия Утилитарная Государство У них Есть Один Воронеж Передали 1922 Воронеж А в двадцать втором году Липска Область Где была Во Ваштру Венгрии Опа Так это не была Еще Слушай 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 Их В общем-то Всех и назвали Русские Потому что Это глагол Русские Это Какой Чей Отвечает Ты черный Жопа Мне не нравится Черный Жопа Ты черный Наверно Дряшалел Деникин Хама Их надо Было Бросгать Да Блятьми А вот Теперь Ни воинство Ни храмов Мократия Помойки Диктует Моду На Морай Мне Наплевать А сердцу Горько Горько Ни храмов Ни храмов Ни храмов Ни храмов Ни храмов Ни храмов Бросгущие Семя А вы Ведем За Родную Россию Как Уси Их Россию Тяжела Будет И Су Ведем Аркашовский Горько Горько По School Еще раз заявляю Власть в Кварьковской области Четвертая и сильная Но не позволит никому Учить нас жизнь Я благодарю вас, в Харьковской области не будет ни Донецкой, ни Львовской власти, будет только в Харьковской, будет только в Харьковской власти. Субтитры создавал DimaTorzok